Дорожный сезон С сада на бал. Чебоксарские дошкольники отметили выпускной на заливе. Точки роста в экономике. Предприятия республики продолжают расширять производственные мощности. Сегодня на заводе имени Чапаева приступили к выпуску импортозамещающей продукции. Теперь чебоксары могут стать крупным поставщиком пластизольных мечей. Друзья, мы поздравляем всех вас. Символический старт нового производства уже дан. В модернизацию этого цеха вложено более 250 миллионов рублей. Оправдать затраты и выйти на прибыльную фазу инвесторы намерены уже через два года. Настолько высок спрос на пластизольные мечи. Сейчас большая доля пластизольных мечей производится в Китае. На Чебоксарском заводе уже к 2020 году планируют занять порядка 30% российского рынка. Качество рисунка на пластизольных мечах не уступает импортным аналогам. В составе краски натуральные компоненты. Еще одно преимущество продукции – долговечность. Вот когда они горячие, в течение первых трех минут их можно надуть. Здесь станция надула, надувается здесь. То есть вот это место, еще раз показываю, прокалывается и вот так надувается. Вот был бы он горячий, он бы надулся, а так он холодный. В ходе реализации проекта на заводе создали более 30 рабочих мест. Планы амбициозные. Объемы выпуска гражданской продукции намерены увеличивать. Мы должны реализовать 50% барьер к 2025 году. Поэтому нам нужно интенсивно работать, спешить и идти вперед. Поэтому я заверяю и перед руководством республики, и перед руководством отрасли, и Минпромторга, что наш коллектив, коллектив Чебоксарского производственного объединения Минчапаева, приложит все усилия для достижения этих целей. Первая партия пластизольных мечей уже готова к экспорту. Стартуем! Футбольный мяч, правда съедобный, произвели и работницы крупнейшей кондитерской фабрики региона. Необычный десерт вручили гостям, приехавшим открывать новый участок по выпуску сахарного печенья. Это инвестиционный проект. За большинство процессов здесь отвечает автоматика. Технология, которая отработана и заложена в компьютер, и уже регулирует автоматика, она, конечно, более стабильнее, более стабильнее качество держит. Увеличивая мощности, на заводе просчитывают объемы продаж. Новую продукцию намерены поставлять и за рубеж. Кондитерские изделия продаются уже на экспорт. Президент Владимир Кутин ставит перед нами задачу, чтобы предпринимательское сообщество, находя инструменты, через свои идеи, разработки, товары, начали продавать на экспорт. Лучшим работникам глава региона вручил госнаграды за многолетний труд. Сегодня прошла торжественная церемония вручения государственных наград Чувашии. По традиции, в канун Дня Республики чествовали лучших из лучших в различных областях. Геройные дни стали наши земляки, те, кто родился и вырос в Чувашии, и те, для кого она стала второй родиной, кто много лет живет на этой земле и трудится для ее блага. Люди разной судьбы и разных профессий многое сделали во имя процветания и благополучия Чувашского края. Каждый из вас наделен исключительным трудолюбием, ставшим залогом высоких достижений. Государственную премию получил знаменитый художник Праски Витти. Орденом за заслуги перед Чувашией наградили исполнительного директора производственного объединения имени Чапаева Михаила Резникова. Медаль ордена вручили известному изобретателю и рационализатору Годину Дульману. Среди награжденных – руководители и работники промышленных предприятий, образование и науки, сельского хозяйства, строительство, здравоохранение, государственные и муниципальные служащие, деятели культуры и искусства, как, например, Виктор Бритвин, художник-иллюстратор и преподаватель художественного училища. Каждое поколение, каждый курс – это встреча с большим количеством талантливых людей, которые на моих глазах становятся профессионалами. Это очень интересно. Всего в этот день заслуженные награды получили 37 жителей республики. Их имена уже вписаны в историю развития Чувашия и знаки отличия – лучшее тому подтверждение. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Более 70 участков ремонтируют в Чебоксарской агломерации по программе «Безопасные и качественные дороги». Часть объектов уже сдана, на других работы идут полным ходом. Как меняются дороги, проверил премьер-министр республики Иван Моторин. Сразу на трех столичных проспектах работает дорожная техника – тракторостроителей «Мира» и «Московский». Ремонтировать эти участки стали одними из первых. Здесь применяется технология холодного ресайклирования. Дорожники заменили часть основания, а сверху уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Современное покрытие с современными присадками, которые там внутри находятся. И дорога как минимум 6 лет должна отработать без того, чтобы сюда заходили подрядчики для каких-то ремонтных работ. Еще один масштабный участок – 30-я автодорога. Дорогу здесь ремонтировали традиционным методом. Основание дорожного полотна в хорошем состоянии. Меняли только верхний слой. Подрядчик выходит на финишную прямую. Мы взяли самые сложные участки в этом году. Согласовали их с жителями в прошлом году. Провели обследование, где наибольший трафик автомобилей, те дороги мы отремонтировали. В целом, пока все идет по плану, думаю, что проблем быть не должно. Всего в Чебоксарах ремонтируют 36 объектов. В Новочебоксарске – 14. Один из них – пешеходный мост по улице Советской. Здесь обновляют покрытие, тротуары и ограждения. Работы должны завершить к 1 июля. Контроль за качеством работ ведется. У нас два основных подрядчика. Те вопросы, которые возникают в ходе ремонтных работ, решаем оперативно, в ежедневном режиме контролируем. Дождь мы запрещаем выполнение работы, только уборка мусора. А это улица Коммунальная. Новое асфальтовое покрытие и разметка. Подрядчик завершил работы раньше намеченного. Это важно, во-первых, в том числе перед федеральным министерством, чтобы мы укладываемся в те сроки, которые у нас подписаны соглашения. Поэтому для меня сейчас важно, чтобы было соблюдено качество, соответственно, ну и те гарантийные обязательства, которые берут на себя подрядные организации, выполняли. В целом дорожники в обозначенные сроки укладываются. Ко дню республики работы завершат на 38 объектах. А это половина из запланированных. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. 15 пожарных автомобилей и 11 легковых машин повышенной проходимости пополнили автопарки структурных подразделений лесной охраны регионального Минприроды и ГКЧС Республики. Вручение ключей провели в торжественной обстановке на Красной площади в Чебоксарах. Огнеборцам в республике вручили ключи от 26 новых автомобилей. Машины оснащены всем необходимым оборудованием. Такое масштабное обновление парка пожарной техники в Чувашии впервые. Те машины, которые прибыли, они по своим тактическим характеристикам намного превосходят, которые стоят в расчете. И можно ведь представить, что одна машина заменит три машины по вывозимой воде. А это самое главное для тушения пожаров. Еще хочу сказать, намного облегчится труд пожарных. То есть условия труда лучше будут. Это тоже очень плюс. Но оперативность намного увеличится. 89 миллионов на эти 16 машин было выделено. Но за счет эффективного проведения конкурса мы сэкономили 12 миллионов. На эти 12 миллионов дополнительно приобрели вот этот КАМАЗ АЦЛ. То есть автоцистерна 6 кубов плюс лестница длина 25 метров. А если по наклонной 18, это на пятый этаж. Поэтому здесь вот именно бюджет республики нынче только на приобретение этой техники. Плюс еще спецтехника, спецоборудование. Это деньги колоссальные. Они зашкаливают за 200 миллионов. Лесной охране передали 11 легковых автомобилей «Шевроли Нива». Новая техника будет работать на селе. Речь идет о населенных пунктах Аликово, Батрево, Маргаушо, Комсомольское, Красноармейское, Красное Читая, Порецкое, Шамурша, Яльчики и Янтиково. У нас была реорганизация отрасли. Была сформирована буквально в прошлом году новая структурная единица. Это казенное учреждение лесная охрана. Директор Курчин Владимир Витальевич. И поэтому для их оперативного реагирования были приобретены 11 автомобилей. У нас в республике 11 лесничеств, 11 структурных подразделений. Каждое структурное подразделение на сегодня будет с своим автомобилем. Для того, чтобы оперативно осуществлять лесную охрану в лесах. В северо-западном районе Чебоксар откроется новый многофункциональный центр. Средства на это выделят из республиканского и городского бюджетов. Под МФЦ переоборудуют здания по адресу улицы Эльгера, 18. Сейчас площади там частично пустуют. Дополнительные средства на ремонт появились после того, как бюджетные учреждения вернули в городскую казну, не потраченные за прошлый год субсидии. Речь идет о сумме в 12 миллионов. В целом реконструкция обойдется почти в 27 миллионов рублей. Чебоксарское управление городского строительства уже объявило аукцион среди подрядчиков. Работы должны быть завершены в ноябре. Отныне публичные слушания в столице республики будут проходить по-новому. Такое решение приняли сегодня чебоксарские депутаты. Речь идет не о всех публичных слушаниях, а только о тех, которые касаются строительства в городе или планировки территории. На публичных слушаниях приглашаются граждане, которые непосредственно причастны к изменениям условий проекта планировки территории, проекта землепользования и застройки. То есть люди, которые на постоянной основе проживают в том районе, где будут происходить какие-то изменения. Это не означает, что на слушания не смогут приходить жители других районов. Однако их мнения в протоколе учитываться не будет. Такой регламент публичных слушаний – это не прихоть чебоксарских депутатов. Еще в декабре изменения в законодательстве произошли на федеральном уровне. И до 1 июля мы должны привести нашу процедуру в соответствие. Танцуют все. В Чебоксарах прошел традиционный бал дошколят – воспитанники столичных детских садов. Их воспитатели и родители собрались на Красной площади, чтобы отметить первый в жизни ребят выпускной. И еще разок для закрепления. Полька – один из трех танцев, которые исполнят дошколятые воспитатели на балу. Нравится очень Полька. А чем нравится тебе Полька? Потому что она веселая, там можно хлопать. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Другие два танца – вальс и полонез. Выучить их непросто, поэтому дошколятые воспитатели готовились к балу несколько месяцев. Сначала учили в детском саду, все движения разучивали. Потом репетировали на заливе здесь. Выглаженные рубашки, пышные платья, аккуратные прически. В парах танцуют юные дамы и кавалеры. Брусчаткой вместо паркета на Красной площади бал прошел впервые. Место проведения – под стать мероприятию. С каждым годом бал становится все масштабнее. На этот раз танцевали более тысячи дошколят. Вот, это моя старшая дочь, Соснина Алиса, участница бала, нарядная принцесса. И еще раз мы смогли предстать в образе принцессы. И наша младшая сестренка. Собирались с самого утра, проснулись без будильника. Очень чудесное мероприятие, очень красиво. Спасибо всем организаторам. Действительно, это большой праздник классической музыки, бал. Он проходит в Чебоксарах с 2016 года. Главная ценность этого проекта, что мы с малого возраста действительно даем детям вот это понимание классической музыки, чувства танца. Ну и как говорилось в фильме «Золушки», обидно не ходить на бал, если ты очень этого хочешь. Бал «Дошколят» вошел в 200 лучших мероприятий России и включен в национальный календарь событий. Вполне возможно, что в будущем танцевать на городских площадях в бальных нарядах станут дошколята других регионов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. В Русском драматическом театре премьера. 22 июня чебоксарцы и гости столицы увидят новую постановку режиссера из Екатеринбурга Сергея Юнгенса «Мой бедный Марат». Трогательная история о любви, рассказанная драматургом Алексеем Арбузовым, заставит задуматься. Вместе с героями зрителю придется ответить на сложные вопросы. Кто кузнец своего счастья? До какой степени нужно жертвовать собой ради других? Можно ли построить счастливую жизнь на чужом несчастье? В творческом тандеме с режиссером Сергеем Юнгенсом не в первый раз работают сценограф Иван Мальгин, художник по костюмам Елена Черкова и хореограф Ирина Гаврилова. И декорации, и костюмы, и предметы реквизита достаточно условны, но тем интереснее постановка. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин